Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Добрый вечер из Австралии, из Виндзора, где вас многих сейчас нет, и это ваша вина. В общем-то, я, наверное, как-то Кассандра, почитайте вообще о Кассандре и Трое, но это та самая гадалка, которая, в принципе, предсказывала будущее, но никто ей не верил. Боги дали ей дар предсказывать, но отняли самое главное, люди ей просто не верили. Когда предсказания сбывались, ну, в общем-то, было уже поздно. Вспомните этого троянского коня. Кассандра тоже предсказала, что нельзя его вводить, что там будут греки, но никто ей не поверил. И в итоге случилась трагедия, и целый город Малой Азии перестал существовать. Но говорят, что от этого Древний Рим пошел, но тут уже, не знаю, тупо гоплогруппам надо смотреть. Так вот, то, что я вам говорил, очень многое сбылось, очень многое сбылось. И сбылось потому, что у меня просто много информации, у меня много неангажированной информации из многих источников. И я говорю так, как оно есть. Я не думаю, что следует врать ради своих корыстных целей, как, впрочем, делают очень многие агенты. Я вам могу напомнить, как был у нас и остается, в общем-то, блогер, теперь уже и агент, точнее, там, пол или четверть агент, который в свое время говорил вам подаваться на всякие спонсорские визы, дамы, не дамы, дамы, не ван. Так вот, этот человек вам говорил о том, что надо подаваться на это, хотя у вас не было никаких шансов. И я вам объяснял, что человек просто получает свои на тот момент 10, а не 25, 10% комиссионных, но вы мне не верили. А последствия были большие. Потому что если человек не получает деньги, по крайней мере, он неангажирован, он честен, и если он заблуждается, то искренней. А вот если он получает деньги, он врет. И обманывает в большей степени, кстати, миграционный агент, который, который в действительности берет с вас деньги, но потом делится с этим блогером. Я вам говорил не подаваться на эти спонсорские визы, но вы мне не верили. Я вам не говорил подаваться, или, скажем так, говорил не подаваться на invitation, но вы все-таки не внемлили мне. В итоге вы потеряли время. Я вам говорил подаваться немедленно на туристическую визу в конце 19-го, начале 20-го года. Вы мне не верили. Вы верили в какие-то студенческие визы, в профессиональную эмиграцию. Где вы сейчас? Вы сейчас по своим Россиям, Казахстанам, Беларусям. Ну, слава богу, хотя трудно сказать, слава богу, что произошло в Украине. Но украинцы могут приезжать, и могут приезжать свободно. Но опять-таки, многие украинцы не верят мне, хотя это законодательно доказано, что это прописано. Любой человек может почитать, что такое 786-я виза, но мне не верят. Ну, да, ну и государству австралийскому не верят, хотя там, в общем-то, есть резон не верить государству. Но все-таки, мне не верят в то, что придется уехать, и никаких шансов остаться не будет. Вы мне не верите, но вы увидите это. На своей шкуре вы испытаете, что вам придется уехать. А ведь вы не хотите этого, правильно? Ну, так, может быть, все-таки послушаете старую Кассандру, а? Да, многие другие вещи, которые я предсказывал, что убережно двери зачиняются наступная стация, фулл стоп, да, то есть, что, в общем-то, иммиграционные двери закрываются. Вы мне не верили. Даже сейчас, когда очевидные цифры, что с 200 тысяч до 160 тысяч общее число иммигрантов упало, при том, что количество ждущих эту визу огромное уже на территории Австралии, и все-таки вы мне не верите. Вы не верите в то, что иммиграционная ситуация будет хуже 2019 года? А куда уж хуже. Но вы мне не верите. Очень скоро убедитесь, что так оно и есть. Вы мне не верили, когда я вам говорил, что надо приезжать в страну. Вы не верили. Вы говорили о том, что у нас будет будущее светлое и классное до 2014 года. Вы мне не верили. И после 2014 вы мне не верили тоже. Сейчас, сейчас, ну, как говорится, поздно пить боржоми, если почки отвалились. Но вам даются какие-то пути. Вам даются пути въезда через Украину. Вам даются пути въезда через другие страны, паспорта других стран. Вы не будете этого делать. Вам говорится, что, может быть, будут какие-то лазейки, какие-то послабления, какие-то, допустим, для ресерча будут возможность въехать для тех, кто подается на PHD. Но вы же этого не слушаете. Вам же это не нравится. Вы же в подавляющем большинстве своем этого не хотите. Те люди, которые и здесь находятся, которые реально могут пощупать эту докторскую диссертацию, пощупать этот ресерч, посмотреть, как это делается, и убеждаются, что это несложно, ну, по крайней мере, это вполне выполнимо. И в действительности это очень даже, вероятно, ведет к эмиграции в Австралию, по крайней мере, если вы уж выбрали направление, которое нужно этой стране. Вы знаете это? Вам это уже с карандашом доказывают и показывают людей, которые идут по этому пути. Но вы же в это не верите? И то же самое, вы не хотите идти по этому пути. Вы не хотите идти по одному пути. Вы стремитесь, вы верите в какие-то легкие пути. Вы верите каким-то аферисткам и аферистам, которые говорят, какая-то age care, какая-то child care, да вообще диплома за два года. Да вы приедете, вы учитесь на сантехнику. И вы в это верите? Вы в это верите? А то, что вам говорят на опыте тех людей, которые поколение иммигрантов, которые здесь, ребята, находятся, я же не с потолка беру все эти идеи, все эти цифры. Я же их беру вот из этой окружающей действительности, но вы в это не верите. Вам придется за это заплатить, ребята, очень дорогую цену. Речь не о деньгах. Хотя и деньги, может быть, тоже. Речь идет о том, что вы тупо стареете, вы тупо теряете шансы, вы тупо топчетесь на месте. Все, что вы раньше думали, вы скопите и аккумулируете. Теперь вы не можете ни за какие возможности собрать, превратить в конвертируемую валюту и вывезти из страны. И это правда, если говорить о белорусах и россиянах. Ребята, может быть, я Кассандра, может быть, боги наказали меня тем, что вы мне не верите по каким-то моим личным причинам. Но в конце концов, черт возьми, научитесь проверять это хотя бы через тех ребят, которые здесь находятся. Ведь вы никого и никогда не спрашиваете. Большое спасибо, допустим, Риме, большое спасибо некоторым другим ребятам, Максиму, которые все-таки стараются отвечать. Даже когда вы не спрашиваете, они вам объясняют. Но ведь здесь есть десятки, сотни людей, ждущих эту визу. Людей, которые имеют блистательное образование. Людей, которые имеют совершенный английский язык, молодые, полные силы, желаний. И даже им сложно, вы их можете послушать. Поэтому, дорогие друзья, я вас призываю. Давайте мы все-таки вот это вот проклятие Кассандры нарушим. Давайте вы все-таки научитесь прислушиваться к моим словам. Потому что пока что я ошибок не совершал. До действительности у меня ребята получали отказы. И некоторые недоагенты и недочеловеки, я бы так сказал. И это касается не только одной сладкой парочки. Это касается очень много, многих людей посмеиваются над этим. Они подсмеиваются над чем? Над человеческим горем? Это же не мои отказы. Это отказы людей. Но ведь поймите, эти люди поступали на самые недорогие курсы. Эти люди поступали, когда у них возраст был до 35 лет. Эти люди поступали без образования, без нужной занятости. Это не те красавчики, которые, допустим, идут с компанией Students International, где и финансы, и образование, и возраст. Все идеально. Как бы с такими людьми не получить визу. Но когда в действительности так много проблем. Я просто не собираюсь кидать людей на худшее обрадование. За тройную, за двойную цену. Да, риск отказа есть. Но опять-таки, я повторю, очень много ребят сейчас учатся. Очень много ребят приехало даже при этом. Да, ребятам надо было идти на аспирантуру и не прерывать ее. Да, ребятам нужно было показывать много справок. Да, многие ребята приехали без семей, что улучшило их шансы на получение визы. Они эту визу получили и въехали. Не всем повезло. Черт возьми. Эмиграция это как война. Здесь без жертв не бывает. Но, дорогие друзья, хотя бы научитесь слушать. Потому что это самые досадные, самые непереносимые неудачи, когда вам говорят очевидные факты, а вы в них не верите. Научитесь слушать. И давайте все-таки проклятие Кассандры мы преодолеем. Спасибо.